Здравствуйте! С вами Ольга Исаева и тележурнал «Сороковочка». Представляем вам наиболее значимые события жизни Сибирского химического комбината и города Северска. Сибирский химический комбинат В рамках технического тура подразделения предприятия посетили молодые ученые горно-химического комбината, сотрудники опытно-демонстрационного центра и те, кто параллельно работе учится в аспирантуре. Программа включала в себя посещение нескольких объектов, в том числе радиохимический завод. Здесь участники экскурсии увидели оборудование, выяснили особенности технологических процессов, которые внедрены на производстве. На ГХК есть смежные с сибирским химическим направления деятельности. Это касается работы с сырьем. Организация работы, используемые технологией на радиохимическом заводе, очень заинтересовали гостей. Когда работаешь на предприятии родственного цикла, видишь другие возможности у людей, да? Конечно, впечатляет. Мы теперь будем своим говорить, ребята, это возможно, делайте, делайте и делайте. Потому что мы видели, что это делается. Это работает. Также молодые ученые из Железногорска побывали на химико-металлургическом, сублиматном заводах, площадке АДЭК, познакомились с особенностями обращения с радиоактивными отходами. И завершился тур встречи с представителями руководства Сибирского химического комбината. Сотрудники ГХК задавали вопросы о перспективах молодых ученых, как строится работа в подразделениях, какие новинки внедряются в производство. И, конечно, интересовались опытно-демонстрационным энергетическим комплексом с реактором Брест-ОД-300. Тур получился плодотворным. Гостям было на что посмотреть и кого послушать. А представители СХК всегда рады пообщаться с молодежью и с готовностью делиться опытом. Всегда приятно пообщаться с молодежью. Это же наше будущее. Мы налаживаем контакты горизонтально на уровне и очень сильно расширяется кругозор. Это даст реальный эффект уже на действующих производствах. Именно при таких визитах, при тесном контакте, дальнейшие планы, дальнейшие работы на будущее формируются. Увиденное в рамках визита впечатлило молодых ученых. Сублематно в связи с тем, что горно-химический комбинат не занимается урановым фторированием. То есть, конечно, было интересно посмотреть на оборудование, посмотреть на персонал, то есть на его работу. Также, скажем так, впечатлило на РХЗ это производство. Также это масштабы строительства прямо очень большие. То есть 600 человек на таком объекте действительно вызывает уважение. Нам очень понравилась культура безопасности вашего предприятия. Нам понравились моменты, скажем так, что у вас в том числе много молодежи работает на производствах. И эти молодые специалисты, казалось бы, несмотря на их возраст, они уже достигли каких-то высот по карьерной лестнице. И они очень хорошо разбираются в том, чем занимаются. Гости подчеркнули, хотели бы, чтобы горно-химический и СХК создали некую кооперацию по работе в смежных направлениях. Сотрудникам ГХК тоже есть что показать. Как в Росатоме, студенты передовой инженерной школы, интеллектуальные и энергетические системы Тумского политехнического университета теперь работают на компьютерах с особым программным обеспечением. Средства на приобретение техники выделил Сибирский химический комбинат. Чем софт отличается от других и какие возможности дает студентам, выясняла наша съемочная группа. Томский политехнический университет продолжает ковать кадр для атомной промышленности, готовит специалистов для работы по самым разным направлениям. Создаются все необходимые условия, в которых будущие сотрудники предприятия Росатома не только осваивают знания, но и получают практический опыт. Во многом в этой работе помогают предприятия Госкорпорации Росатом. Среди них Сибирский химический комбинат. Госкорпорация Росатом является генеральным партнером передовой инженерной школы Томского политеха. В основном мы работаем с топливной компанией, ну и разумеется с СХК, как представителями топливной компании Госкорпорации. У нас большое взаимодействие и в рамках научной работы, и неокров, и различной хоздоговорной деятельности, образования, разумеется. Мы запускаем программы ДПО, на которых учатся инженеры СХК. Наши студенты ездят в СХК на стажировку. В общем, СХК, наверное, это главный партнер в этом смысле передовой инженерной школы в части атомных проектов и в целом ядерного образования. Недавно СХК выделил около 500 тысяч рублей на приобретение четырех компьютеров с программным обеспечением Логос. Это новый софт, который начали внедрять в политехническом. Логос – полностью отечественная разработка специалистов Росатома, используется в Госкорпорации. Как подчеркивают сотрудники университета, этот софт полностью заменяет зарубежные аналоги, а в некоторых моментах даже превосходит их. Освоив Логос в рамках университета, выпускники будут профессионально работать в нем уже в качестве сотрудников предприятий. Пакет проклам Логос, который приобрел ТПУ для проведения занятий со студентами бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, позволяет моделировать процессы термодинамические, тепловые, аэрогидрогазодинамики и проводить прочностные расчеты различных компонентов ядерно-энергетических установок и всех систем, которые вовлечены в ядерно-топливный цикл. Проектирование оборудования для объектов высокой важности в таких сферах, как ядерные технологии, машиностроение, в том числе энергетическое, требует только современного программного обеспечения. Логос соответствует самым высоким требованиям. С этой программой студенты будут работать не только в рамках занятий, но и при выполнении исследовательских работ, дипломных проектов. А в будущем планируется проводить НИОКР для заказчиков атомной отрасли. Внедрение нового программного обеспечения от госкорпорации Росатом будет набирать обороты. В ТПУ уже готовится ряд предложений по закупке еще нескольких компьютеров с программой Логос. Точно в яблочко огневая подготовка будущих защитников Отечества в Северске выходит на новый уровень. При поддержке Сибирского химического комбината в школе номер 90 появился электронный тир. Подробности в нашем сюжете. У старшеклассников Северского лицея школы номер 78 занятия по огневой подготовке. Они проводятся в рамках пятидневных сборов десятиклассников, которые организованы на площадке учебно-методического центра «Авангард». В прошлом году он был открыт в школе номер 90 и теперь именно здесь получают первые военные знания старшеклассники Северска. А недавно в «Авангарде» появился электронный тир. Это оборудование позволит юношам отточить навыки обращения с оружием. Данный электронный тренажер, в простонародье тир электронный, позволяет нашим обучаемым приобрести первичные навыки в стрельбе, в меткой стрельбе. Это изготовка, выбор точки прицеливания и непосредственно производство выстрела. Это три составляющих успеха меткой стрельбы. Стоимость оборудования около 500 тысяч рублей. Эта сумма была направлена из средств, которые Сибирский химический комбинат выделил Северску для реализации различных программ и проектов. В комплект входит компьютер с необходимым программным обеспечением, проектор, экраны, самое главное – макеты, автомата Калашникова, пистолета Макарова и пневматической винтовки. Словом, у школьников есть возможность научиться стрелять сразу из трех видов оружия. Причем и по статичным, и по движущимся мишеням. Занятия по огневой подготовке выходят на новый уровень. Можно бесконечное количество раз детям стрелять из разного вида оружия. Одновременно сразу до четырех огневых рубежей можно создать. То есть четыре человека садятся одновременно. Здесь же у нас выходит протокол на выходе, где уже стоит оценка за стрельбу. Минус один при стрельбе нет отдачи, но для приобретения первых навыков это не столь важно, и с этим согласны участники сборов. Сегодняшнее занятие, мне кажется, довольно очень интересное, полезное в первую очередь, так как в будущем, даже если, например, подготовка шла к стрельбе, солдат уже будет знать, как правильно держать оружие, как ему лучше целиться, как ему лучше стоять, как правильно на мишень смотреть. В центре «Авангард» планируют проводить городские соревнования по стрельбе, а представители управления образования думают о том, чтобы закупить еще два таких комплекта в другие школы Северска для проведения практических занятий по ОБЖ, ведь с этого учебного года в предмет ввели начальную военную подготовку. С Вами была Ольга Исаева и Сороковочка. Мы всегда в центре событий. Увидимся! КОНЕЦ